На нем с 99 года, вот уже 17 лет. Какая ситуация, у кого сейчас? Ситуация напряженная. Во многом права рабочих нарушаются. Люди пытаются как-то что-то с этим сделать. Но в основном в раздевалках, курилках, пытаются оскорить. Были редкие случаи, когда открыто выходили на конкретно. А как именно нарушаются права рабочих? Ну это все, начиная от сверхурочных, заканчивая коллективными договорами. То есть индексации заработной платы, по оплате сверхурочных, либо производить удержание. А в чем нарушение? У них назначено оплате сверхурочных? То есть в нашем цехе в 2015 году производилась проверка по цеху. Были выявлены нарушения. В газете опубликовано. Правда не наш цех была проведена проверка, а это по оплате. А зарплата вообще большая? Зарплата нет. То есть люди, которые, например, вновь устроились сейчас и работавшие до этого завода, сравнивали эту зарплату, и он говорит, раньше я получала много больше, а сейчас, чтобы хотя бы ваш уровень заработной платы и так далее, не могли взять там. Илья, а что в марте случается? В марте рабочие Украинского автомобильного завода, в том числе и я, вышли на митинг, где не были, ну как, наши, ну отстаивали свои права. Многие ребята попросили выступить с речью. И я и еще два человека открыто выступили на этом митинге, попросили ребят. После этого начались донения. А что из них? Начали выписываться требования. Требования, к которым я должна была дать объяснение. Допустим, в маркетинге на рабочем месте учили плетение, хотя объясняла, говорила, писала, то есть, ну, что есть естественные надобности. Все не важно. Главное, какие вам вынесены сейчас? На данный момент у меня замечание и выговор. Понятно, а за что вы вынесены эти замечания и выговор? За отсутствие рабочих месяцев в течение плетения. В 11 лет своей работы никогда не было нареканий, то есть, по моей работе, по браку, не успеваемости или еще каких-то. И тем более, никогда не было, не наносили в Майфор, но мой адрес этот инородный скандин. А началось когда? Началось именно с апреля месяца. Притом первые требования выписывались, датировали две недели назад, то есть, шло активное отслеживание по правилам. Да. Хочу открыть в исковом заявлении, говорили о том, чтобы пересмотреть и отменить свои решения. Понятно. А профсоюз до вас не заступился, когда вы встретились? Наш профсоюз. Наш профсоюз, мне кажется, он все равно в здании работ у дателя. Когда все вокруг начинают рабочих, и любой человек, который, ну как, предлагает помощь, говорит об обратном, наш профсоюз говорит в голос работы дателям, чтобы все хорошо. Что двигались в качестве требования на митинге? На митинге? Рабочие требовали индексации заработной платы, которая не производилась очень давно. Да ладно. Понятно. А то есть на митинге, на требования митинга по зарплате работодатель сначала ответил тем, что, знаете, распространяться информация о том, что вот-вот будет массовое сокращение, правильно я понимаю? Вообще, перед митингом людей настраивали так, что не стоит туда ходить, что вам здесь все работает, что всех, кого увидят на митинге, будут уволены. То есть всякое. Рабочим постоянно вкладывает в голову, что тяжелые времена, кризис, постоянно тяжело. То есть то план нет, то рабочих дней нет. Постоянно человек нет. Уже в сознании заводчального, что он боится. Великим митингом 26 марта состоялся митинг, в котором рабочие требовали, ну, исполнение своих защитных, своих трендовых. После этого с 1 апреля, 26 марта состоялся, с 1 апреля и через 1 февраля. А не планировали бы другие работники тоже подавать судьба ваших слабых? Ну, им еще не меньше. Это личное дело каждого. Правильно я понимаю, что рабочих запугали возможности сокращения, первыми на 4-х часов дневной рабочей недели, но в реальной они стали работать как минимум не меньше. С меньшей зарплатой. Заработок, конечно, упал на 20% в любом случае где-то. Их, скажем так, поставили перед фактом, что будет 4-х. А правда, что после поведения 4-х дневки норма выхода возросла? В некоторых дневках – да, а в некоторых – нет. Субтитры создавал DimaTorzok